Реально так, бусер против 50 хейтеров. Всем привет, ребята, и вы находитесь на самом быстро набирающем обороты шоу Хейтеры. Саня Монтаж, Игорь Шкрет, и сегодня мы снимаем классное видео, которое должно тебе понравиться. У нас сегодня в гостях Слава Бустер, а также 50 хейтеров. И мы начинаем. Ну что, Слава приехал, опоздал, конечно, на час, но ничего страшного. Да, извините, пожалуйста. Ну что, что же делаешь? Какие вопросы, на этот взгляд, будут первыми? Как будто только проснулся Славончик. Не знаю, по-моему, такие первые будут, но я уверен, что они прям жесткие будут. Честно говоря, это настолько ужасный вопрос. У-у-у, да, пошел я на... Просто, ну реально, бит... Оссуждаю... В чем кайф до нашего девочек среди артистов? Бл***ть, бро! Охуеть! Так, давайте заскипаем эту хуйню, да? Шоумен. Проигрок. Музыкант. Полковник. Ебать там вопросы. У-у-у-у... Стрелок. Ву-у-у! Встречают горячо, это хорошо. Извините, пожалуйста, хейтер. У тебя быстрая машина, кого вы так долго ехал? Брат, вот, вообще извиняюсь, во-первых, реально, что задержался. держался вчера съемка очень долго было где-то до пяти утра и вот проспал тоже верно план давайте хотя бы похлопом за то что он приехал на каждом стремя вместе с диларой ты нюхаешь ее стул а тебе слабо было бы подойти кому-то из нас и тоже так же понюхать раз мне это нравится да не брат и но я же чисто это ну опять же вот в рамках шоу делаю ты тоже нашел сейчас находишься в рамках шоу сделать в рамках вот этого контента конкретно как неловко так и сделай здесь контент они жесткие нет это же ответ на вопрос вопрос поставил типа типа я либо иду нюхаю либо и говорю что я не ухаю я говорю нет я не нюхаю каково тебе было бросить катю поступить как мудак мягко говоря и переключиться сразу на делару не жалко ли тебе катю ебать а бросить расстаться с человеком это поступить как мудак но я имела ввиду в том что ты по сути расстался с человеком и сразу же переключился на другую девушку за короткий срок просто вот не жалко ли тебе катю в этот момент ну я не не переключался другую девушку ты уверен уверен и переключался типа все еще вместе с катей нет смысле просто расстался и все ну я не считаю то что типа знаешь если ты встречаешься с человеком и вы расстаетесь как бы ну ты до конца жизни должен ни с кем не встречаться хорошо спасибо тебе вот кратко но четко четко как будто микрофон чуть фоне да у них или чё или это нормально представим что в мире практически исчезла вся музыка и осталось только два трека я нету времени маркинштерн целевые какой трек ты слушал до конца жизни я предпочел без музыки наверно ну надо выбрать это как бы такой вопрос который надо выбрать чё тебе ближе по музыке а ты хорош парень давай давай выкручивайся ну ты же слушал моргена да 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 в принципе да но он именно конкретный трек назвал да и когда нет времени все спасибо кого ты считаешь самым омерзительным стримцем вот из кого ты считаешь самым омерзительным стримером из вот чуваков с которыми ты знаком не из типа европы вот там фрики 80 89 хозяева шпана кто есть самый просто ублюдок и которого ты вот хочешь просто исключить из твича чтобы он никогда в медиа сфере не появлялся ну реально осуждаем кого сорян одобряем осуждаем осуждаем ну вот почему-то мне вот в голову наверное вот самый омерзительный вообще чел за все существование отвечает вот первую очередь никоглай пришел не знаю почему типа настолько ненастоящий чувак знаешь тип но столько это словивший звезду я понял но ты при этом с ним типа дружил стримил даже были до момента я бусы да да я не могу сказать что эксперт в людях отвечаю он стопудово сейчас смотрит этот видос отвечать чувствую он будет смотреть и делать реакцию едино люди на твиче которых я не знаю но и но у меня не не вызывать такое ощущение там ну и вот есть там каша и ребята лафаня тут тоже там ну и ребят что делают я вообще не знакомств я тоже нормально снимать такую на youtube что даже мил стройского что ты экономишь на видео я просто не понимаю почему нельзя при учительством зарабатывать пищей почему нельзя закинуть чуть больше вот допустим как я все там зарабатываю я ее даю тоже много ну вопрос ответ какой должен быть нормально как ты реагируешь на мил стройского что ты экономишь на видео да брат вообще он вообще не снимает видео почему ты поступил как у колд как осуждаю а насил тебе попросил включить трек марекенштерн я орел готов шесть пять мультов закинуть ему но чтобы они просто послужили трек сразу типа я сразу закину бабки им послужить и он реально не послужит трек за 5 миллионов потому что мне не нужны деньги монстры а почему как у колд если я уважаю человека который он со мной сидит больше чем человек который мне давать от деньги если он ничего не давать вам искал давайте сдавать мне просто тщательно писали мне нужны его деньги кстати вопрос к тебе а вот за сколько бы ты побрился я называл сумму скромные 85 миллионов рублей брата мне просто не нравится сама концепция типа чего ты за за деньги делать но если уж делать то и должна быть сумма да чтобы это было как инфоповод мне не нравится ходить лысым ну да я же раньше гонял лысым не лысого тоже гонял даже сегодня а именно лысым на голове то есть облысевшим мы нашли тебя ой с пацаны на съемках у ярика дюблина но я понимаю ты любишь братья бросать но ты подошел взял пачку сока и убежал и не заплатил вопрос сколько стоил тот сок и сколько ты мне торчишь пять тысяч получается это тактика задавать вопрос на которые будут ответы еще не помню просто нет ты подходишь мужики дайте сок ты берешь сок смотришь на менюшку сможешь вот столько сок стоит я говорю да ты и ушел я друзей позвал но мы тоже и брат заплатимый учет видит это вообще помнишь что это как-то странно как будто да сейчас ну не очень чет засохте по-моему как-то это выяснить просто подойти и сказать я не думаю что слава тот человек который будет типа специально не заплатил за сок то просто счастует но и сам по себе мог просто забыть ситуацию или ты просто не помнил брат я не пойду на что не ответь поэтому просто даем 5000 все опять тысяч в конце выпуска я тебя дам части все будут такие вопросы задавали помнишь ты подошел в автосалоне ко мне спросил сколько стоит mercedes и не купил что такая тема вот это будет не хейтерский но тут он как бы по хейтерскому сдал потому что типа чё-то не за честно не помню что съемка была ты стоял этим в этой в кальянный слушай а может быть такое что ты подумал что это в райдере типа не так смысл я спросил веру пацаны можно сок вы таки чем бесплатно я такой давайте мы тебе первый раз цену назвали заруба за сумка это цена профильная было бы а чё под нельзя ну смысле а потом такие дела на бесплатно я забрал и все ну там я мог получить западут я пришел намеренно троуфайка ну они нормально делают брук пусть пятерик забирает давай может дальше уже ну ну давай да просто пятериком и все нас больше просто базар базар оба дмитриенко спасибо 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 хейтерский вопрос от вани дмитриенко да и венера или юпитер на интервью на вписке ты сказал что ты хочешь чтобы слово киберспорт и твое имя были как бы равно вопрос променял бы ты общение с деларой на такую возможность братного 22 числа у меня выходит бренд вот периферии игровой по всей россии а тогда вот сразу вопросы насчет вот этих периферий а там будут коврики с подсветкой нет говори к самое угарное то что короче после того как эти коврики с подсветкой вот это случилось через месяц это когда компания подписала был амбассадор я такой не ну нормально вообще темы коврики с подсветкой ну в итоге то ты бы променял общение с деларой на то чтобы ты был первым в киберспорте вот твое имя это киберспорт вот как simple условно как simple нет просто условно первый киберспорт не не брат я больше значит я больше естественно имел ввиду про инфраструктуру именно про бизнес вокруг киберспорта я не стану киберспортсменом но уже никогда как бы и все ты навсегда уходишь вот в этот бизнес игр но периферия что там это но при этом никогда не общаешься с деларой а потом будет типа мама или кислород и накидываем братан не накидывай они начнут так лупить можно быть номером два в киберспорте нет я спрошу про так он ответил я ответил киберспорт он сказал нет можно быть номером два в киберспорте а то есть выбрал бы делару да все дела хорошо понял лизер я считаю деньги на столе где-то тлеет вот мы воруем у запада мы с нг воруем у запада большинстве случаев а может ли быть это связано с тем что мы настолько мы смысле вы я не делаю контент и вы настолько пытаетесь переделать не свой не оригинальный контент под свой под свою часть какую-то у вас просто не хватает времени на то что придумать что такой обобщенный вопрос все друг у друга что-то берут попиздишь то свое слушай я он перебил меня по извини пожалуйста только не хейте меня позори я просто потому что вопрос да извини договори про ссорю что вышло я пока найду телефон отвечу какой ролик я такой нет какой бы идея мне сделать ой да и типа заходишь тренды ютуба запада или где-то еще и просто выискиваешь что-то как все так делают этой в музыке видосах реализирует по-своему интегрирует под свой под своих людей которых они зовут на ролике под свои слова что что вот в тот момент когда ты листаешь ты такой это хочу сделать или от или смешать их как-то сделать что-то свое но все равно получается так что спи вторично типа вторично и и как будто бы ты бы ты же не глупый парень и ты чё делать а на оригинальный контент у тебя есть на это деньги возможности но ты и многие другие которые здесь сидят делают делают типа реально вторично и не задумываю хотя могут но они не делают почему нет почему нет я не понимаю ну во первых большинство контент-криэйторов музыкантов кинорежиссеров мысли так что если один раз работал то схема рабочий возможно это правда из разряда до чем придумать велосипед лично из разряда что то чтобы было модно 30 лет может становиться модным сейчас значит отчасти это правда то что если один раз зашло если ты на свой лад переснимаешь что-то свое добавляешь то есть не полностью один один пиш но как-то адаптируешь скажу большинстве случаев как раз это и выглядит так особенно в музыке так что грёбаный херенвотер и который меня сравнивают по внешности чел поднялся что его сравнивают херенвотером в каком месте я извиняюсь что тут на только на байте западного рэпа трэпа вот у меня есть много роликов и вот условно из последних роликов кто последний обосрется это моя идея вообще в я тебе больше скажу я и на этот ролик никто не хотел идти я и я прекрасно понимаю почему я бы со мной и пошел это полный но это прикольно типа знаешь со стороны это угарно смотрелось большинство из того что я делаю это адаптация какие ты говоришь через нейронку голосом жителей из майна или ты сама так научилась каких-то идей там челленджи покупка машины это типа ну это все что уже много раз было рум-туры ладно мне к тебе вопрос а чем отличается челлендж в тик токе от челленджа в ютубе тем что тик ток снимается за глобально 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 чем отличаются челленджи число в челлендж и там и там одинаково придумал кто-то танец все его повторяют но по-своему ничем абсолютно то же самое вот но все снимают ногти к току нет проблем с ученишь не оправдывает оправдывает это вызов это вызов переводе это значит что сможешь ли ты это сделать челен что я такой ладно я понимаю так вот это тоже самое но когда один один тик токер или ютубер сделал одну идею такой типа она зашла и все начали вокруг повторять это не челлендж это спи или смотри если это новаторские идеи ты просто ну типа я не знаю это нигде это не найдешь вообще даже все американцы берут у индусов у китайцев и это круговорот спи не круговорот ты не можешь придумать новый цвет придумай новый цвет не можешь может быть все что ты знаешь вообще о русском медиа это все спи ласковый май все даже я не хочу это маме говорить она расстроится но это все так реально буквы иксайл давно дружишь 2019 год четыре года получается 45 не обидно из-за того что вот давно дружишь а он как бы тебя в ролике почти не зовет только с развивами тусуется не вот не больно морально может быть слушай но это выбор каждого человека я считаю чувствуешь себя преданным ты нет брат конфликта нет все нормально вы с ильей в отличных отношениях он просто не хочет озвать и все да ну наверное даже первое время какое-то может быть знаешь были такие моменты типы странных ну типа вроде так все там рука об руку об ногу на типа рядом все но это же типа момент который дальше это как ну я такой послу ну усвоил информацию обработал такой ну а на пол и все эти по реально сейчас нормально все понял спасибо по вашему типа если человек не снимается на съемках у другого значит обязательно не ну типа какой-то конфликт блин если вот я не знаю типа мы вот думаем позвать на самку но я не знаю будет ли она хорошо отвечать мне кажется на будет типа да нет ну типа мне кажется если если мы наберем под этим видео 2 миллиона на миллион лайков если наберем миллион лайков мы сделаем все чтобы позвать дашу я даже помогу уговорить реально спасибо бро миллион лайков ребята ты в последнее время как-то очень скатился у тебя очень много вот этого байта про отношения с деларой почему нельзя просто признаться потому что ну и так всем понятно подожди она сказала сказать она сказала скатилась но он сейчас на самом хайповом шоу 2023 года какой катилась извини меня ну это достаточно субъективно то есть как бы для кого сну скатился там или вообще вопрос чем заключается ну зачем так боитесь и почему нельзя просто прямо признаться ну не чем признаваться может быть мы просто байте вот я спрошу зачем боитесь мы просто делаем то что делаю но и для меня это смешно угорать вот так посидеть типа понюхать занюхнуть и вот этой свежести его я знал что будет именно по факту он ответил ему смешно от этого он делает шоу ему нравится он делать это по кайфу к рельсам привязали дмитрий алекса и делару у кого ты спасешь пятерик давай брат да я я знал что так и будет кей бро хорошо ты заработал тоже это же теоретическое могу рассказать лекса я думали бы не обиделся по угорал донина по пятерик брат при пацан порадуется я работаю съемочной команде твоих друзей вот и гостем приходишь но участие даже в твоем видосе как-то раз работал вот мне даже а это месть а это не мой видос это видос x а его было я знаю да но это просто типа подтверждение и из практики я помню лишь один случай когда ты на съемке приехал во время один много большого количества тема где вопрос почему ты неуважительно относишься к времени чужим людей и ну и проявляешь неуважение это просто вопрос я не отвечу но я хочу чтобы я ванговал я клянусь я знал это мнение вы просто ночью этот вопрос реально меня пристыдили мне как будто это и нужно было ответ ты не хочешь дать ответ то что я создаю ты ответил на этот вопрос уже пусть дай ему пятерик не ну это что просто очевидно типа ну время условно и я вот в основном с яриком дел блин нам работы вот брат да я вот он очень грустит за этого как я прекрасно понимаю ты сам хорошо про спасибо мне стыдно и мне не знаю слитые тайминги просто я не знаю что я постоянно сплю как как тюлень я тоже самое думаю сегодня просто не услышал будильника просто проснулся и все точно такая же проблема чат точно такая же такая тема что особо никуда прям не надо так и на съемке но все равно проебываешься постоянно везде я не знаю я не помню это вообще это невозможно на самом деле это физически могут быть просто проблемы в организме что вот так такая реакция на и правда очень тяжело проснуться их знает но я теперь мне реально за эту стыдно то есть типа но главное что стыдно окей ты молодец вячеслав говноенко можно к тебе такой вопросе почему ты проводишь так много времени с деларой и покупаешь ей дорогие подарки но при этом ты типа говорит чтобы друзья да можешь ли ты показать на телефоне как она у тебя записано и доказать что вы просто друзья они более что-то другое как как ну понимали у меня лёха записан лёша кореш а я у него записано вишня объяснить как-нибудь эти сказал что ты покупаешь и дорогие подарки просто как друг примеру а какие дорогие подарки но у камеру и к примеру купил справедливо каждый раз много с ней времени проводишь на квартире к примеру гуляешь париж ездишь в париж не ездил с ней не с ней ладно короче ладно вы спалились не я видел я видел ему мы встретились там но надо фотки на одном месте тоже вот бывает на одном мы общаемся мамы поклянешься мама нельзя крест но если ты говоришь что вы просто друзья но поклянись тогда просто дружить и дам просто ну поклянись мамой я не буду мамы крест потерь сочетку станет но вы же друзья друзья но своим очком тогда поклянешься чтобы просто друзья меня сейчас очком это как ну очком своим начинается в это балаган я думаю что слова ответил на вопрос просто уже перепалка началась он не доказал что он как он должен тебе доказать вот он например честное слово говорит я с ней друг все этого достаточно для ответа для ответа ну кто со мной согласен что это недостаточно тут важно чтобы хейт раздавал вопрос а не давал призыв к действию типа поклянись но типа это другой я делал же брат показал что там ну как она у меня записано и все то есть типа это же просто ты мне заешь вопрос и тебе даю ответ как бы ну все а чё люди не могут просто дружить хорошо спасибо здоровый что стало с твоими дружескими отношениями но стоит дружбой брат егор крит и большинство твоих остальных друзей уже не бывает на твоих стримах так же как глюкомоле вишенка это звезда брат брат нет нет не звезда а ну где егор крит почему больше нет и гора крита нету глюкомоле вишенка глюкомоле жирная тварь можно так можно так понять не будет босс 52 ну я к марку отношусь ну да у нас нет такого что мы типа когда то примут каждый день типа постоянно стрим или вместе я рад есть он там ко мне на стрим залетит помнишь была дискуссия между тобой глюкомоле вишенькой там якобы что да 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 он же потом переобулся новые тапки купил да 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 просто не было ноги запотели это но бы сменил и все и он потом просто сказал такой она я типа не прав был и приятель считаю так же как он я такой а у тебя тогда афлане не коглая а что почему ты не ответил на то что он тебе сказал задел мать там не задел мать потом у поехали на наше дело потом те вызовы кидал я ответил ответил ну и ему ответил на наше дело не ответил обосрался спадлива узнал но и не хочу я не хочу видеться не хочу разговаривать скорбил мать и сливаешь отвечать надо за свои слова придурок у меня рука сломан ты выглядишь как человек без людей в черном как я могу тебя бояться объяснила что делать рейтинги там где я не хочу ну в плане часа меня вставляют я не могу понять с одного момента хоть не хватило что ли не коглая для не коглая это же не рейтинг я же не говорю чтоб ты на наше дело пошел и там отвечал чисто чисто не коглая что он там пошел я ему отвечал то есть ты же как бы если я этот вопрос не решал в интернете это же не значит что я вообще не решал этот вопрос ну это получилось все в интернете брат на камеры и поэтому надо было так же на камеру ответить на все его вопросы а все ну в смысле я человеку ответил он этот ответ не принял я сказал это твои проблемы окей будучи в отношении с Катей ты часто в ее сторону позволял себе какие-то нелестные высказывания какую-то излишнюю агрессию однажды даже плюнул на нее на стриме так вот мой вопрос заключается в том подготовил ли ты уже делару ну то есть знает ли что ожидать от тебя слушай я единственное что могу касаемо этого сказать типа ну ебануто стыдно за свое поведение люди растут люди меняются причем я тебе даже сейчас скажу про те моменты вот которые ты говоришь это я тут могу тоже типа добавить от себя это факт бывает ебануто стыдно за свое поведение типа у меня тоже в моей блять как это сказать дискографии короче в период моих стримов мне тоже за многие моменты стыдно но я ничего не могу с этим поделать есть намного хуже вещи которые люди делают вы сами прекрасно знаете но такое было естественно сейчас я понимаю что я бы такого не делала ни за какие деньги не не ну не стало бы но есть такие ну я не буду говорить вы все прекрасно знаете о чем я это не то ну как будто прям очень похоже неуважительно вел там ну некоторые до сих пор когда ты себя неуважительно ведешь на камеру по отношению к другому человеку просто заигрываешься и это все становится типа часть у тебя это те за это стыдно потом кому не стыдно себя в прошлом ну когда ты просто живешь а когда ты в медиа сфере это видят люди и потом это могут пересматривать ну типа иногда просто стыдно за это и все ты ничего с этим не можешь сделать уже а где старый бустер который себя так ведет ну я просто время прошло я на эту стороны посмотрел и понял что стыдно то что это такой некрасивый поступок ты извинился перед ней было такое что ты это делаешь на камеру потому что ты включаешь образ какой-то неосознанно ну естественно это типа как бы все ну я так никогда не делал в реальной вообще никогда не делал то есть естественно это все на стрим типа и так далее то есть и как будто в этом даже какой-то свой вайб был то есть не было ну знаешь то есть не было такого что какой-то знаешь что типа что-то за рамка это звали но в целом типа спустя время даже несмотря на то что это только на стримах происходило даже в рамках контента ну стыдно но я типа смотрю и ну некрасивый перебор не красивое поведение да типа ну я бы сейчас себя не стал так вести причем это связь не только там ну я жизнь другими людьми ну по-разному общался ну некрасиво вячеслав какого ты себя чувствовал когда разрушил тысячи жизней поясняю у тебя была история с мвд и с лигой безопасного интернета по поводу казиков и бака ну и соответственно ты вот эта реклама разрушил тысячи жизней какого тебе я рекламировал казино а то что у егора крутили ты там лицом светил я играл в казино какого тебе на душе ну осознать ну это вот это можно любому человеку кто рекламировал казик задать такой вопрос так его интерпретировать столько человек пострадало из-за тебя тысячи жизней ну понятно да кто-то в долги влез кто-то продал последнее чтобы поставить ставку с твоим промокодом то есть хороший вопрос ну я Я, слушай, я, наверное, мне тяжело сказать, понимаешь, потому что я играл на стримах. То есть я никогда не призывал играть в казино и так далее. Мне тяжело сказать, потому что я никогда не задумывался, знаешь, что, типа, кто-то может реально пойти и поебать в эту корку. Ну, так и происходит. Возможно. Да, тут можно сказать, типа, у каждого своя голова на плечах, и никто там его не сидел, не гипнотизировал, понятно. Возможно, ну, я никогда не задумывался. Честно. Я вот часто делаю. Ну, получается, ответ дан, типа... Слушай, ну, наверное, это не круто, ровно настолько же, как рекламировать алкоголь. Ну, примерно равносильная тема, да, на самом деле. Никотин и прочего ху**а. Но это не круто. У меня никогда не было зависимости от этого, поэтому мне тяжело понять, что люди могут быть зависимы от этой ху**и. Мне правда тяжело в это поверить, потому что я просто на себе не могу это испытать. Вячеслав, приветствую. Да, привет. Представим такую ситуацию, Диллара с Катюхой меняются телами, и чтобы все вернуть назад, нужно с кем-то переспать. Кого ты выберешь? Ой, блядь. Пиздец. Так, Диллара с Катюхой меняются телами. Прикинь, то есть по факту, правильного ответа как бы нет. Не понимаю, подожди, то есть типа, то есть я бы сейчас бы дружил бы с Дилларой в теле Кате. Получается, это твой выбор? Слушай, ну я дружусь с человеком. Знаешь, дружил бы с Дилларой в теле Кате. А ответ? Себя бы вы*****. Ну так не пойдет. Не, ну он же сказал. Получается, ты бы выбрал Диллару внутри Кати. Да я, ну блядь, да хс***. Дай ему пятерик, блядь, пиздун хуй. Подожди, нет, нет, давайте разбираться, смотри. Нет, пожалуйста. Не, стой, блядь, пятерик. Ладно, нет, да слава, я сам дам, все нормально. Да не, пиздец. Меняется правило, теперь звезда дает деньги. Кстати, это даже правильнее получается. Да конечно, это правильнее, но у тебя люди дают. Если человек не может сам ответить, пусть сам платит. Ну да. И надо еще и стоимость повышать. Можно типа 50к. Блогеры зажравшиеся, понимаешь? Я тебя знаю как игрока Fortnite еще вот с того времени. И ты начинал со своим тиммейтом в одной организации Monolith Stanley. Вспоминается, да? Да, да, да. Ну, что с ним сейчас после того, как ты его кинул? Ты же поднялся, а он остался. Ну, что с ним сейчас? И не стыдно ли тебе вообще осознавать, что ты друга своего, напарника, турниры, все вот это вот, начало, ты его просто бросил. Не стыдно тебе? Тут такая история, то что когда я поднимался, мы на тот момент уже особо не общались. Он играл с другим тиммейтом, я играл с другим тиммейтом. Мы просто как тиммейтер друг друга изжили. Ну, для тех... Это типа у тебя есть друг, и ты поднимаешься, а он занимается тем же самым. И типа, что тебе не стыдно за то, что ты стал популярным, а твой друг нет? Что? Кто не понимает, тиммейты это напарники. Типа, а для тех, кто еще не понимает, я киберспортсменом был. Это был мой напарник. Вот. Мы как напарники друг друга изжили. Он начал с другим челом играть, я начал с другим челом играть. Потом я начал стримить, я его тоже на стримы звал. Ну, просто не прижилось. Типа, вообще я не завязалась. Я дальше пошел, он своей дорогой пошел. Все, понял тебя, спасибо. Ой. Блин, бро, что так жестко? Ты три года назад, ну, примерно, на рекламе, ну, называется, там накидали на деньги, и, ну, была накрутка. Тебе за это стыдно или как, ну? Ну, равносильно так же, как вот, ответ, как из казино. Много заплатили. Ну, сумму не надо, ну, просто много. Тут нормально. Ну, я тогда потратился просто, я его матью взял денег. Реально? Да, школьникам его матью взял денег, потратился меньше. Ну, блядь, ну, пиздец. А сколько взял? Ты еще там, ну. Держи, пятерик. О, блядь. Как раз инфляция была, блядь, с тех пор. Здравствуйте. Ребята, всем привет. Меня зовут Никита, вот, хотел бы немного выйти и... Не-не-не-не, я... Так, аккуратно, охрана, на всякий случай. Все, все в порядке, я хотел немного выйти из формата этого шоу и сказать... И застрелить бустера, блядь, как Джокер, на... И сделать альтуху. Да. Вот, у меня есть небольшое обращение к вам, к хейтерам. У тебя же там нет бомбы. Это илично будет. Просто очень стремно, да. Вы сейчас все тут собрались, приехали на это шоу. К вашему ненавистному стримеру и блогеру. Вот, а ради чего это? Чтобы попытаться обосрать его там, уличить в чем-то. Чтобы встретиться. Все стремно, все стремно. Пи***ь, с чем? А вы проверяли? Ну, против. В большинстве здесь люди собрались, потому что на самом деле вы его любите и уважаете точно так же, как я. Че, секунду, подожди, одну минутку. Одну... Бл***ь, да, есть такая хуйня. Просто когда не знаешь, что мне... Даже если бы мама ко мне так подошла. Если признаться честно, я не являюсь хейтером Славы и всегда ценил его за то, что он делает. Да, возможно, я не знаю его лично. На протяжении всей его карьеры он подавал только хороший пример. Как будто речь похоронная. А ты хотел поддержать типа Славу в этот момент? Я же, да, я же сказал, немного хотел выйти в формат шоу. Буду вам благодарен, если вы все-таки это не вырежете. Ну, потому что я, не знаю, хотел немного контента вам сделать. Спасибо. То есть ты не будешь доставать пристолет и застреливать меня? Не-не-не. Так а пасибо тебе. Спасибо вам. Спасибо большое. Ты приятно. А, и все, и домой? Да. Ты уходишь? Я сказал все, что я на него делаю. Спасибо большое, брат. Спасибо. Я, если честно, поначалу ебуту пересрал. Прям ебуту. Видишь, к сожалению, проскакивают хорошие ребята. Ну, это приятно было. Я вообще не ожидал такого. Не, я просто недавно Джокер смотрел. Ты помнишь, за что там в конце было? Да, я тоже, чувак, я реально напрекся. Я еще к Варихе подхожу, две вещи проверяли. Да. Ну, ебуте, а кто-то пересрал тоже? Да. Вот такие. Мне кажется, просто... Окей, ладно, настраиваемся на хейтерский вайб. Я говно! Короче, был момент, когда ты вел потоковое вещание по АМГАЗ, и Авдеевич оскорбил твою маму. Почему ты так легко смог оставить это, и как-то не спросить за ее слова? Хотя ты всегда говоришь, что мама это святое, оцените маму. Даже если ты спросил это за камерой, почему ты это сделал не на камеру, если твою мать оскорбили на целую аудиторию? Это очень хороший вопрос. Наверное, я просто к этому по-другому отношусь. Я понимаю, что... Ну, она мне говорит, типа, там... Че она там, как я сказал, что-то твою маму... Ну, из разряда она мне там сказала, там, я твою маму, и там... Вот это, вот эта тема. Ну, это же просто, ну, пи***, тупорылая. Ну, настолько мне... Ну, что мне пойти и соседку вынести? И еще бывают моменты, когда ты сам оскорбляешь чужих матерей, когда играешь в игры на стриме. Как ты можешь себе такое позволить, если бы... Если бы ты уважал свою маму, то ты бы не говорил такие вещи про чужую мать. Это очень низко. Почему ты не контролируешь свои эмоции? И будешь ли ты с этим бороться? Да, брат, я с тобой полностью согласен. Типа, я, ну, в жизни я себе никогда вообще ни в чей адрес таких слов не позволял, то есть... Ну, были моменты в жизни? Моменты были. Потому что маму-то оскорбляла. Какая есть у любого хорошего футболиста? Пи***, как ты? Слова! Знаешь, что есть у любого нормального пацана? Твоей мамы. Были? А-а-а, да-да-да, базар. Было дело. И что, у вас была перепалка какая-то или нет? Не, я извинился потом. Я говорю, извини, у меня просто неприятно было. А касаемо того, что почему я в действии ничего не сказал, да ровно, наверное, потому что я играю в доту там и про мою маму каждый, ну, второй чел что-либо говорит. Я не знаю, знаешь, типа, как будто обозвать мамку в доте, в контре и в фортнайте неравносильно тому, что тебе в жизни кто-то это скажет. Просто это как будто жанр юмора. У тебя в моменте, ты можешь с кинетами так шутить, у тебя теряется просто грань, и вы просто угораете над этим. И бывает просто, что ты забываешься. Да, точно. Тебя-то, что вот здесь находится? Вот тут вот. Вы чё, долбоёба, какой ребёнок. То есть у меня вообще был такой там, я не знаю, кто или Илюхина, Эксайл видос смотрел, когда Лёха Кореш сказал там про мою маму, когда у нас готовка была. Я готов перед твоей мамой, извиниться. Я просто искренне хочу попросить у вас прощения за то, что я себе тогда позволил сказать вот так вот. Я его приструднюю мамой, я твой защитник. Он приструднюю, он молодец. Типа у юмора нет границ. Да, да, я люблю вообще в целом чёрный юмор, и меня реально очень тяжело задеть словом. В чём кайф до нашего девочек среди артистов? А ты до нашего за Моргеном, Крит, видимо, за тобой. Ты же рос на улице, типа, на районе, и тебе не говорили никогда, типа, не носи нож на... Бля, блядь, ты же рос на улице, на районе, реально, блядь, уберите нахуй это из своей головы, вы чё, ебанутые. Блядь, какой пиздец. Ну, я считаю, что это был полный. Тоже не, так сказать, ты первый раз используешь. Я, у тебя одна девушка была? Нет. Ты не женат? Да, конечно, одна, никого, да не... Да меня у неё никого не... Короче, я молчу. Нет. Ну, ты думаешь, ты один был у своей девушки? Но я никогда не подбирал девушек за своими друзьями. Ну, или хотя бы приятелями. И, возможно, из-за этого, как раз-таки, вы все перестали общаться. Так как я говорю, я тоже ни за кем девушек не подбирал. Что это, блядь, за понятие вообще такое подбирать? Просто как, ну, типа... Честно говоря, это настолько ужасный вопрос. Это просто ужасно. Это пиздец. Что значит подбирать девушку? Как можно девушку подбирать? Пиздец. Вот эти... Тиктокерская хуйня вот эта. Это подобрал, доел, еще что-то доел. Блядь, уберите это нахуй из своих головушек детских. Личность, человек, типа, и так далее. Ровно так же, как и ты, может общаться с разными людьми и так далее. То есть, и ровно так же у неё могут быть разные этапы. В этом этапе, ну, я не знаю. У меня вот у мамы было два брака. Ладно, если честно, меня больше интересует другое. Ок. Окей. Ты же дружишь с Авелоном? Да. Почему он тебя зовёт уже, хуй знает, сколько приехать, все приехали, кроме вас с Лексом? У тебя есть время, ты ездишь на съёмки, ездишь там отдыхать куда-то, кайфуешь, но к своим друзьям ты съездить не можешь. Слушай, мы виделись. Ну, то есть, как бы, мы пересекались. Я полтора месяца в Турции жил. Через стрим каждый раз говорите, что вы хуйтесь с Лексом, потому что все приехали, там, все встретились, допустим, в Дубае, кто-то приезжал в Сербию. Ну, типа, слава и шлёт нас. У меня, наверное, чуть вообще в целом другая интерпретация слова дружбы. То есть, дружба для меня, то есть, типа, он человек, который делает контент, и если ему нужна помощь, я всегда приду. Я человек не пьющий. Ну, прилетать на один день, просто чтобы пожать руку. И всё. Я лучше, типа, месяц буду к нему каждый стрим ходить, если ему это надо. Я не так много с кем общаюсь вообще в целом. То есть, я постоянно стараюсь сделать так, чтобы у меня не было свободного времени из-за работы. Потому что у меня есть какие-то цели, я хочу их достичь. Чуть меньше года ты устраивал конкурс фитов у себя. Да, да. Да, я принимал там участие, я записал. Я тоже принимала участие. Трочочек снял, смонтировал клип себе. И моя работа, в принципе, понравилась у тебя на стриме. Твоя аудитория его оценила. ShadowCack, Марк кидали респект. Ты сам, цитата, б***ь, ты п***ц, хуйня, бота. И она имела наивысший оценочный балл. Это где-то несколько пацанов у вас. Ну, проходит день, неделя, месяц про конкурс ни слуха, ни духа. Как будто ты забил хуйню его. И, в принципе, суть вопроса. Зачем ты устраиваешь конкурсы, на которые потом забиваешь? Брат, да, это такой вопрос, то есть, как будто, наверное, знаешь, я, типа, чуть-чуть другой формат ждал работы. И мне лично ничего не зашло. Типа, и как будто просто в таком плане надо было выбрать работы по топ-3 и отправить деньги. Сейчас могу тебе показать? Да. Всё, я вспомнил уже. Ну, ты сказал, что это крутая работа, но вы в итоге выбрали другую, типа, да? Мы никакую вообще не выбрали. Да, просто, типа, а-ля... Жёстко, типа. Вы, типа, просто в моменте подумали, что вам не нравится результат того, что присылали. Заработал, молодец. Я так понимаю, хейтеры пропали, да? Всё, теперь чисто... Валерина, чё, не приехали? Зарабатывай деньги, пришли. Он задобрил бабками, понимаешь? Он задобрил. По факту, типа, он старался, я, ну, с точки зрения организатора, ивенты себя неправильно повёл, типа... Вот я хотел это... Да, не подытожил. Типа, чуваки старались, да? Её достойная работа была, да, я сразу вспомнил, когда увидел. Она у неё, то есть, как музыка, это же вообще вкусовщина, но с точки зрения качества у неё лучше всё было вообще сделано на конкурсе. Ну, тут, типа, такой момент, если хочешь пробиться, нужно ждать, что где-то могут отвергнуть, где-то могут не заметить. Вот могут быть такие творческие чуваки, которые просто положат х**, типа, забудут или ещё. Какие-то у них там другие планы. Вот, видишь, ты пришёл, красава, и деньги даже получил, молодец. Хочешь, оставим ссылочку на твою работу? В описании будет, ребята, оцените. Хорошо получилось? Ну, там хороший клип, качественный клип очень. Я хотел задать вопрос относительно твоей команды киберспортивной. Ты её создал, и... А чё писали, что там про меня будет? Это про тот вопрос, где, типа, то, что перестал общаться, это про это все. Где этот момент ставили? А, всё, я уже думаю, что там сейчас со мной может быть. Ну, всем же очевидно, что тебе результат, и самих игроков, ты хочешь получить с этого популярность, хайп, и, возможно, бабки ещё сверху. И тут бы я хотел провести параллель с командой Insilio. Ты же знаешь про её историю? Да-да, конечно. То, что у них SEO, то есть Олег, он изначально был основателем команды, и даже когда он уже стал более крупным стримером, когда у него появились тоже какие-то контракты, какие-то рекламы, какие-то, ну, хайп, он вообще не забросил душу команды. То есть он продолжал общаться с игроками. Ты знаешь, да, то, что они ещё распались. Да-да-да, там очень много проблем. Почему у тебя нет такого, хотя, ну, я думаю, ты можешь это себе позволить. Слушай, я, это вообще очень интересная предъява, я такое увидел, типа, в комментарии люди писали из разряда, типа, за твоей командой неинтересно наблюдать, у тебя есть деньги. Угу, странно. Я такой, б***ц, а чё мне делать? Это предъява от людей, которых я не могу, они такие, типа, в команде нет души, потому что у вас есть деньги. Ну, у каждой команды разный путь, то есть, условно, там, взять западную команду, ну, фейс-клан, они там с самого нуля поднимались, её вообще монтажёр поднимал, типа, чилы, которые Call of Duty играли. А есть команды, в которые вложился миллиардер, типа, как Team Liquid, допустим, это, который владелец и Team Liquid, и Capitals, команды хоккейной. Я просто не знаю, что тебе ответить, то есть, у нас сейчас замены будут, мне не помню результатов, мы сейчас будем выкупать игроков из других команд, из западных. Я понимаю, что некоторым интересно, наверное, было посмотреть на путь, как команда с нуля чего-то добивается, без денег и так далее, но это же мне надо тогда куда-то деть свои деньги, как я могу этот путь продемонстрировать. Когда ты её создал, ты записал там, ну, ролики какие-то, какой-то контент с ней был, но это же было так мало, почему нельзя было продлить? Да, 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 брат, я прекрасно понимаю, потому что игроки живут в разных местах, и по некоторым причинам некоторые из них сейчас в России не могут находиться. Мы не можем сейчас вместе с ними контент делать, и плюс сейчас у нас, я не знаю, ты следишь, нет, там снайпер, ну, мы поменяли снайпера. Я ещё не говорил нигде это, у нас, мы сейчас других игроков тестим, вот, но они недавно свой первый турнир выиграли. Ну что, эксклюзивчик залетел. Спасибо за вопрос. Ты говоришь, что мать это святое, но при этом твоя мама говорит, что твои стремы это грех. Бляаааа. Не кажется ли тебе, что несмотря на дорогостоящие подарки, заботу, твоя мама стесняется твоей деятельности и твоего поведения? Да я думаю, да. Ну, я явно, что я страдаю, брат, ролик то последний обосрётся. Ну что ты, что ты чувствуешь по этому поводу? Ну я опять же ничего, я не чувствую ничего, я не знаю, вообще ничего не чувствую, понял? Ну, то есть, ну это вот, я не знаю, у меня вот, вот настолько, я уважаю маму, если я всегда приду на помощь, ну вот, человек может говорить, но всегда решение я принимаю. Твоей маме реально не нравится то, что ты делаешь? Ну нет, она звонит там, нет, причём она может... Блядь, хочется так всё сказать, но я из-за того, что у меня голос, блядь, как это всё это звучит, нравится, смешно, всё, что я говорю. Ну, короче, ладно, похуй. Кто, а чё там? Лёха какие-то кружочки записывает. Ой, там снег. Ой, какой красивый мальчик. Прикиньте, как только добрее становлюсь, у меня сразу же, смотрите, какая хуйня. Чё? Это что, нахуй? Только улыбнулся на кружке, блядь. Блядь, ты чё? А-а-а! Это что за хуйня? Нет! 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 Чё там? Блядь, это что? Прикиньте, как только добрее становлюсь, у меня сразу же, смотрите, какая хуйня. Чё такое, за розовое... Чё это за розовая прятка? Только улыбнулся на кружке, блядь, это что? Пиздец! Розовая прятка пробивается, всё, блядь. Типа, ну, мама у меня вообще такой очень нежный человек. Жару, я тебе сейчас забаню. Когда меня, допустим, Миша Летин, я у него в ролике проебал, когда у меня к машине привязал скотчем, блядь, она вообще плакала, там, она говорит, блядь, как... И я как бы понимаю, что я часто какую-то хуйню делаю, мама некоторых вещей не понимает, ну, блядь, но она мама, понимаешь, у неё вообще по-другому. Ей вообще, блядь, на бабки, блядь, на какие-то стримы, она такая, блядь, ну, лишь бы, типа, ты здоровый был. Конечно, это да, это база. Здорово, очкарик. Здорово. Сказал бы я, если бы после совета Дилары ты не пристал носить очки. Сначала я бы хотел подойти, вручить ей кое-что. Можно, если никто не против? Удар поебалой. Вручить презентик. Спасибо. Пожалуйста. Классный. Там кобра ядовитая, прикинь. За паук, ебать, вы прыгали. На премии «Жара» примерно год назад, если не больше, к тебе подошёл Дима Масленников и дал шанс сказать что-то в микрофон. Ты сказал «я килька». Почему ты не мог придумать что-то другое? Я килька. Никто не понял, там прикол. Блин. Это не кажется, что это прикольно. Это прикольно. Мне что-либо говорить на премии «Жара» и я могу сказать, что «я килька». Не, вы вдумайтесь, что в этот момент думал Масленников. Тебе что он сказал? Тебе после этого не было стыдно? Мне вообще никогда не было. Почему за это должно быть стыдно? Это смешно. Я килька, мы тоже так угорали на стриме часто. Я не знаю, что за хуйня. Я, может, болен чем-то. Но я, мне, вообще. Ты запрос. Просто поймёт. Мне подошёл Дима Масленников, в такой микрофон понёс, я бы неё пёрнул. Мне бы совершенно хуйня тоже было. У меня ты должен был давать, мне хуйня на вас, подписчики. Зай, блядь. Ну, если стриберская премия, я бы сказал «здорово, хуйня сосы». Почему ты всегда переносишь ролики или конкурсы? Блядь. Нахуй, ты это делаешь. Открываешь телеграм, там «я хуйня сос, простите». Ролик завтра. Наступает завтра. Я не могу. А чел в другом конце Москвы, знаешь, в бочке сидит, ждёт тебя. И опять потом. Я хуйня сос опять ролик завтра. Я сижу, жду ролик с говном. Какого хуйня? Да, ребят, всем привет. Вынужден присмыкнуться, извиниться. К сожалению, сегодня ролик не может выйти. Сидит в Энвэйшете, ребята, присмыкаюсь. Техническим причинам, там есть косяк с монтажом. Потому что забалдел, я хуйня просто сейчас играет в эту. Да, мы сейчас даже не сидим, кайфуем. Не, не, реально, он пиздет. Ну, ну, не, реально, реально. Ладно, я сам слышал, что это много раз проходил. Да, завтра в 14.30 ролик выходит. Железно. Специально под этот. Железно, железобетонно. Есть просто вещи, которые, я знаешь, типа, мне еб... Я звоню монтажеру, я такой, ролик 11-го выкладываем. Он такой, да. Все, я утром просыпаюсь с 11-го, пишу, пацаны, сегодня ролик, кто последний обосрется. Готовьте жопой, блядь. Я им пишу, что ролик готов, он говорит, бро, пиздец, типа... Я говорю, только, даже еще эффекты начал, такой, еб... Я таких увольняю сразу. Открываю, говорю, ребят, я хуйня, ради всего, святого, нахуй, ну, не, простите, лучше обосреть. Проходит, я такой, сколько нужно дней? Он такой, два дня. Я им пишу, говорит, блядь, брат, у меня рендер, типа, крашится. Время уже 10 вечера. Это база. Еще и в 10 вечера выкладывают, дец. Говорю, блядь, я хуйня, извините. И вот так это работает. Это конкретно про ролик, вот то последнее обосрется. Так, а сейчас такого и никогда не было. Наш оператор... Да, не хочет задать себе хейтерский вопрос. Серьезно выглядит. Брат, помнишь, мы снимали со Стасом? Ага. Как ты думаешь, ты помнишь эту тему, как ты накосячил передо мной? Пока не очень вспоминаю. Не помню же, да? Давай, что, говори. Короче, я за тебя спрягся, ты мне попросил поснимать. Мы обменяли с тобой телефон. Я думаю, откуда я его знаю? Он в Дубае был тогда со Стасом. Мы что-то с ним сидели, разговаривали на вилле. Вечером думаю, что такое знакомый голос и лицо. Ты мне сказал, я через пять минут тебе напишу и отвечу. В итоге ты нехуя написал, а тебя ждал полтора часа. Нахуя так делать? В финале просто задудосили. Ну ты, брат, ты дома же ждал? Да какая разница, у меня были дела свои, я их отменил. По твоему форс-мажору. Ты дома ждал? Ты думал, это проказик? Решил, блять, выкрутиться. Ну, блять, извини. Ну, что-то надо было написать хотя бы. Да сори, я говорю, я просто, блять, мне так тяжело вспоминать, что... Я вот не могу, не знаю, у меня то ли память какая-то, может, у меня Алицгеймера, деменция, блять, началась блять. Но тяжело конкретно вспомнить, что в тот момент было. Прости меня. Я хочу защитить Славу. Просто творческие люди, вот мне кажется, Слава достаточно творческий человек. Слава, мне кажется, ебанут и все забывает. Вот он такой, я это замечала за ним тоже. Ну, вот бывает такое. У меня такая же тема, я забываю, где я кладу паспорт, хотя я понимаю, что это важно. Я теряю его по несколько раз в месяц, ну, типа, бывает такое, ребят. У меня бывает, что я хожу, ищу повязку, она у меня на голове. Поэтому у творческих людей всегда есть менеджеры и тайм-менеджеры, ребята, которые помогают не забывать такие вещи. Вот. У тебя есть такой человек? Мой менеджер себе проспал тоже. Мы до пяти утра снимали, он пишет пи***ь, я все проспал. Оправдывать тем, что ты был на съемке до пяти утра, поэтому, как бы, ну, бывает. Окей. Ну что, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Слава был честен, был искренен, вопросов никаких нету. Поставьте лайк, если вам понравилось. Если не понравилось, ничего не делайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы погнали снимать новое видео. Ну, а пока. Пока. Че он хочет лям лайков? Лям лайков. Сколько часов? А, ну, четыре часа назад. Ну, нормально. Но некоторые вопросы были, конечно, вообще ни к селу, ни к городу, я считаю. Когда нормально... Мне кажется, знаете, что я, кстати, заметила? Возможно, из-за того, что я только в нарезках видела другие вот эти шоу. Но как будто бы с девчонками, как будто бы с девчонками намного жестче. На девчонок как будто сильнее давят. Прям типа...